Тема часа. Книги для детей про железную дорогу. Александр Алексеевич, вот книга лучший подарок, особенно в преддверии Нового года. И какой подарок вы подготовили своим читателям? Ну, для моих читателей есть вот железнодорожные книжки, если читатели дети железнодорожников или любящие железную дорогу. Это «Страна веселых паровозиков» и «Золотой бригет генерал-директора». В первой книжке, которая начинается, цикл такой у меня произведений для детей о технике, и в частности о железной дороге, она повествует о двух друзьях. Маленьком московском школьнике Сереже Траскине и горном человечке Микрюдке Мальцеве, которые живут в Рудной горе возле города Златоуст. И в этой Рудной горе есть целое такое подземное царство, где горные люди, они как тролли, но наши российские мастеровитые, как мастера, хозяйки Медной горы, они ухаживают за техникой. И в частности там есть целое царство паровозов, куда они стаскивают редкие экземпляры отживших свой век паровозов, ремонтируют их, восстанавливают, и у них эти паровозы живут своей жизнью. Это вот касается сюжета первой книжки. А вторая книга была посвящена, в свое время я ее готовил к 175-летию российских железных дорог, и она повествует о создании первых железных дорог России в эпоху императора Николая I. Это создание царско-сельской железной дороги, Санкт-Петербург-Царское село и Санкт-Петербург-Москва. Но тоже с героем. Она те же самые герои, но вот благодаря тому, что они украли у одного из героев, генерал-директора путей сообщения, золотые часы, но мехрютка, горный человечек, украл эти часы. А оказалось, что часы с большим секретом. Это машина времени, и она может перемещать героя, обладающие этими часами, в прошлое. И так герои попадают, случайно крутнув стрелки, они попадают в эпоху Николая I и видят воочию тех русских инженеров, которые стояли у вестоков создания первых железных дорог, с самого императора, встречается с Христофоровичем Симофоровым, у которого украли часы, который еще не знал, что его царь решил назначить главноуправляющим и главнонадзирающими над строительством железных дорог в России. Это персонаж выдуманный, а Николай I персонаж реальный, и истории там в этих книгах реальные. И я хочу сказать, что написание этих двух книг побудило затем присмотреться на то, есть ли еще книги научно-технические, научно-популярные для детей. Да, это выходит научно-популярная литература, то есть факты, исторические факты в глазах героев. Я понял, что таких книг не очень много, и, ну, основываясь на каких-то своих приобретенных знаниях, решил все-таки восполнять этот пробел и делать научно-популярную книгу не просто познавательной, но еще содержательной, интересной, чтобы в ней была интрига какая-то сюжетная, чтобы у нее были реальные герои, которым ты веришь, которым доверяешь, и которым, может быть, будешь следовать впоследствии. Если честно сказать, то каждая книга рождается всю жизнь, то есть человек накапливает какую-то сумму знаний, эмоций, ездит по каким-то местам, ну, в тех же поездах, допустим. Вот мне повезло, я закончил железнодорожное училище, учился на помощника машиниста тепловоза, и я успел и поработать в депо во время производственной практики, и потом на тепловозе строить ремонтном заводе уже машинистом, помощником машиниста. И прошел вот эти циклы, производственные, допустим, эксплуатационные, и для меня очень много понятно. А сейчас я вижу, допустим, новую технику, какая приходит на смену тех паровозов, которые я еще застал, тех первых тепловозов, те три, на которых я работал, и которые мы ремонтировали, изучали, и пассажирские, и маневровые тепловозы. Это все вот осело и в памяти, и в душе. А когда я решил заняться писательством, то это все вот сразу всплыло. А когда вы решили заняться писательством? Ну, писал я всю жизнь, поскольку работал после службы в армии, я закончил военно-политическое училище, факультет журналистики, и работал военным корреспондентом и на Тихоокеанском флоте 8 лет, и затем в газете Министерства обороны «Красная звезда» в центральном органе. А все равно, вы знаете, на железную дорогу тянуло. И когда я уволился в запас, я узнал, что в газету «Гудок» требуется специальный корреспондент в отделе эксплуатации железнодорожного транспорта. Я предложил свои услуги, написал несколько тестовых материалов, их сразу приняли, и меня приняли в штат. И получилось так, что через 26 лет я снова вернулся на железную дорогу, но железная дорога уже была качественно другой, качественно новой, с новым подвижным составом, с новыми какими-то технологическими приемами, которые работают, с новой системой управления движением. И это было, вот я снова стал учиться, как бы, пополняя те знания и совершенствуясь в своих знаниях. Ну, тут помогло еще... А писать для детей когда? А писать для детей, ну, 10 лет назад. В связи с чем это? Как это связано? Что произошло? Вы знаете, родился внук. И я для этого внука, ну, он подрастал, придумывал какие-то истории, мы с ним очень много играли. И начитанность у меня была какая-то, я ему и сказки рассказывал, и читал что-то, и потом решил придумывать. И поскольку он любил играть, я придумывал игры, которые были бы интересны ему. Это и борьба, он и рыцарем был, и самураем, всем чем угодно, он любил сражаться. Поэтому я придумал какие-то такие истории. Потом Сережа не хотел засыпать, очень часто, плохо ел, и поэтому мы придумали свои какие-то истории. И по поводу укачивания его я рассказывал истории, и по поводу кормления. И потом одна из этих историй про белых страусов, она стала у меня первой такой книжечкой, которую я сделал для внука под Новый год. Я написал сказочную историю, отиллюстрировал ее в интернете, набрал изображения страусов, отиллюстрировал это все, сделал на цветном принтере такую маленькую книжечку, сам переплел ее в твердый переплет, и подарили внуку на Новый год. А еще один экземпляр сделал, и я подарил своему начальнику отдела, у которого был маленький сын. И он почитал и подарил еще свою одну книгу военных приключений. У меня была такая книжка. Он почитал эти книги, передал своему другу, у которого было издательство «Арсенал образования». И они посмотрели, что книги носят познавательный характер, сюжетный характер, написаны понятным для детей языком, и предложили мне написать цикл «Приключения одного героя». Александр Алексеевич, ну как, ваш внук перешел на страницы ваших рассказов? То есть герой сразу родился? И имя, и фамилия, москвич? Расскажите. Нет, это было не сразу. Просто для него первая книжечка, вот, рукописная, там был Сережа, внук, без фамилии, без отчества. И он с Астраосами завел дружбу, бегал к ним в пустыню, превратившись в рыжего котика и так далее. И потом я сделал, когда серию книг стал писать, у меня герой назывался Сережа Тарасов. А внук, когда прочел рукопись, еще книги не выходили, но уже верстку мне прислали, и он вдруг сказал, дедушка, а почему ты назвал Тарасов? Вот я в школу ребятам принесу книжку про меня, а они скажут, это ты Тараскин, а он Тарасов. Это не про тебя. Я переговорил с редактором, она говорит, да мы легко заменим фамилию. И так стала, серия стала называться серия «Сундучок приключений» Сережи Тараскина. И я, когда приходил в школу к детям и рассказывал об этих книгах, об истории их написания, многие девочки и мальчики подходили ко мне и говорят, дядя писатель, а можно мы вам тоже напишем свои истории, потому что я тоже сочиняю. И несколько ребят написали свои книжечки маленькие, через Сережу передали мне, я это все читал, потом написал им официальное письмо от писателя, разобрал как бы это все, похвалил и передали детям. Они были очень довольны. И плюс классом подарил вот несколько в школьную библиотеку свои книги и так далее. Мне очень интересно, вашему внуку 17 лет, читает ли он сейчас ваши книги? Ну, детские уже все он прочел. Новые я написал за последние 10 лет, вот с момента выхода, по сути дела, этих книг, написано еще 20 небольших повестей. Из них две сведены в серии с приключениями Сережи Тараскина, но уже повзрослевшего. Он гордится тем, что он на страницах? Ну, в принципе, да, я думаю, да. Спасибо большое за такой интересный душевный разговор. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин